Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшнего занятия – вывод с помощью знаний. Рассмотрим следующие вопросы. Машина вывода. Стратегия управления выводом. Прямой и обратный вывод. Методы поиска по глубине и ширине. Нечёткие знания. Введение, определение, модель, представление знаний, правилами вида «Если то». Явление реакции называется «продукционной». Продукционная модель является наиболее распространённой в системах, основанных на знаниях. Отличительными особенностями продукционных систем. Это простота добавления, модификации и аннулирования знаний. Простота и точность механизма использования знаний и в виду однородности последних и использования единого синтеза описания знаний. Структура продукционной системы. БП – база правил, есть набор правил, используемый как база знаний. РП – рабочая память или память для кратковременного хранения. В ней хранятся предпосылки, касающиеся конкретных задач предметной области и результаты вывода, полученных на основании. Механизм вывода использует правила в соответствии с содержанием рабочей памяти. Конфигурация системы продукционной изображена на этом рисунке. Прямой и обратный вывод. Определение. Способ получения логического вывода в продукционной системе, при котором предварительно записанные в рабочую память данные дополняются путем применения правил из баз памяти, называется прямым выводом. 2. Способ получения логического вывода в продукционной системе, при котором на основании фактов, требующих подтверждения на предмет использования в качестве заключения, исследуется возможность применения правила, пригодного для подтверждения, называется обратным выводом. Пример работы для прямого вывода. Предположим, что записываемые в рабочую память данные представляют собой образцы в виде наборов символов на счету таблицы 1. Представленная таблица 1 в простейшем случае, условная часть из баз правил содержит либо одиночные образцы, либо несколько условий, соединенных с союзом И. В заключительной части содержатся образцы, которые в процессе вывода в виде спиртс в рабочую память. Значит, рабочая память – это намерение экспедиции, база правил, если намерены экспедиции, и дорога плохая, то средства передвижения джейд. И 2. Место экспедиции – горы, когда база правил вводит, только в месте места экспедиции – горы, то дорога плохая. Значит, последовательность действий по получению вывода. Образец намерения экспедиции существует для рабочей памяти, а дорога плохая отсутствует, поэтому условная часть первого правила ложна. Условие второго правила истинно, поэтому механизм вывода выполняет его в заключительную часть и образует, что дорога плохая заносится в рабочую память. Делается попытка вторичного применения правил. Поскольку второе правило уже было применено, то оно выпадает из числа кандидатов на применение. Но условная часть первого правила становится истинной, поскольку рабочая память уже дополнена образцом, дорога плохая, поэтому содержимое рабочей памяти пополняется образцом заключительной части первого правила – средства передвижения джейд. В итоге применимых правил не остается, и система останавливается. Пример работы для обратного вывода. Предположим, что наша цель состоит в доказательстве того, что средства передвижения джейд. Истиняем сначала возможность применения первого правила для подтверждения этого факта. Поскольку образец намерения экспедиции и с условной части первого правила уже занесен в рабочую память, то для достижения цели достаточно подтвердить факт, «дорога плохая». Однако, если принять образец «дорога плохая» за новую цель, то потребуются правила, подтверждающие этот факт. Поэтому исследуем возможность применения второго правила. Условная часть этого правила истинна, поэтому рабочая память пополняется образцом «дорога плохая». Здесь появляется возможность применения первого правила. Исходная цель подтверждается. В случае обратного вывода система останавливается либо при достижении первоначальной цели, либо по исчерпанию применимых для достижения цели правила. В разрешении конфликтов при прямом выводе в общем случае прямого вывода на каждом этапе имеется несколько правил, которые можно было бы применить и возникать проблема выбора наиболее подходящего. Для иллюстрации дополним рассмотренный нами пример следующим образом. Если намерение экспедиции, то требуется выбрать средства передвижения. Кроме того, введем еще одно условие остановой системы появления в рабочей памяти образца в средства движения. В следствии добавления правила 3 на первом этапе прямого вывода появляется возможность применить правила 2 и правила 3. Если сначала применить правила 2, то на следующем этапе можно будет применить и правила 1, и правила 3. Если на этом этапе применить правила 1, то выполняются условия остановой системы. Но если сначала применить правила 3, то потребуется еще один этап вывода перед тем, как система остановится. Исходя из этого соображения, выбор делается в пользу правила 1. Таким образом, выбор применяемого правила оказывается прямым выявлением на эффективность вывода. При большом количестве продукции возникает проблема разрешения конфликта. Конфликтным набором называется множество правил, которые в одинаковой мере могут быть применены на одном и том же этапе логического вывода. Выбор одного из этих правил называется разрешением конфликта. Разрешение конфликтов при обратном выводе дополнено рассмотренным примером следующим образом. Если место экспедиции Тайга, то дорога плохая. Если на основании этого условия подтверждается цель средства от продвижения джип, то для ее достижения достаточно применить только одно правило 1. Для подтверждения новой цели, дорога плохая, которая конюнится с целью на мере экспедиции, открывает возможность применения правила 1, нужно выбрать либо правило 2, либо правило 4. Если сначала применять правило 2, то сразу же можно будет применить и правило 1. При попытке применить правило 4 в рабочей памяти не будет найдено образца места экспедиции Тайга. Не будет также найдено и правило, которые подтверждали бы необходимость занесения этого образца в рабочую память. Поэтому выбор правила 4 приводит к неуспеху, а цель дорога плохая будет подтверждена лишь путем применения правила 2. Заметим, что в рассматриваемом случае обратного вывода не применилась во внимание возможность применения правил 3. Это повлияет заключить, что для обратных выводов характерны тенденции в исключении из рассмотрения правил, не имеющих прямого отношения к заданной цели, что позволяет повысить эффективность самого вывода. Анализ контекста применения правила. В ряде задач требуется уточнение смысла образцов, которые заносятся в рабочую память. Для управления данными уточнимыми смысл образцов при выполнении выводов в таких задачах используется представление данных триплетами объекта атрибут значения. Например, данные учебной дисциплины 1 названия физика. Показывает то, что существует некоторая учебная дисциплина, называемая этой дисциплиной физика. Основное преимущество уточнения контекста, в котором применяются правила. Например, единое для всех объектов учебная дисциплина правило должно быть пригодным для применения вне зависимости от рассматриваемой учебной дисциплины. Если существует несколько объектов, для которых пригодна одно и то же правило, то оно может быть применено для каждого объекта не более одного раза. Это проблема контекста применения правил. Объект применения правил есть контекст применения правил. Преимущество контекстного описания Представление данных с помощью триплета объекта атрибут значения может быть расширено для описания данных, включающих показатели нечеткости. В примере в системе Майсен применяется показатель нечеткости, который называется фактор достоверности. Данные, для которых задан этот показатель, управляются при помощи ассортивной четверки объекта требует значения фактора достоверности. Главный момент проверки наличия в рабочей памяти специальных данных, касающихся условной части правил. Здесь могут иметь место ряд проблем. Формализация уравнений численных значений по увеличению в условиях, содержащих требования к численным значениям атрибутов. Проблема определения принадлежности численного значения к определенной категории. Для описания подобных условий вводятся предикаты. Необходима функция запроса пользователя информации, фактов предпосылки из рабочей памяти при организации диалоги человек-машина. Представление системы продукции и или графа. На практике при использовании системы продукции в соответствии с необходимостью происходит расширение продукционных правил частности путем введения связи типа или в условной части, используемом в условной части вычислений на основе содержимого РП, либо путем использования заключительной части правила с указанием на заключение без дополнения содержимого РП. Визуальное отношение между содержимым РП, на которое делается ссылка, из условной части правила и дополнением содержимого РП, указываемого в заключительной части, представляется в виде дерева. Если существует множество правил, из которых выводится одно и то же заключение, то отношение между результатом отдельного вывода и данными, на основании которых делается вывод, можно представить с помощью одного графа и или. В самом нижнем узле этого графа будут располагаться основные системные данные, а в самом верхнем узле вводимые системы заключения. Вывод при наличии нечеткой информации Различает две категории нечеткости. Нечеткость непосредственных данных и нечеткость вывода. При выводе заключений с помощью нескольких правил, среди которых имеются нечеткие, возникает проблема определения степени нечеткости всего заключения. Пусть заключения С выводится с помощью множества альтернативных правил R1, R2, Rn и нечеткого заключения с С характеризуется степенью достоверности, которая представляет численными значениями. Обозначим степень достоверности заключения С для каждого из правил R1, R2, Rn как SM1, SM2, SMN Рассмотрим функцию коэмбой синтеза степени достоверности в качестве места метода определения степени достоверности SM передаваемой на заключительном этапе С, CM, R1, SM1, SM2, SMN Способы поиска на графе, представляющие систему продукции для случая наличия нечеткости и зависимости от функции вида комп, комбинации в общем случае считается, что если хотя бы одна из степеней SM, R2 отрицает нечеткость, то SM отрицает нечеткость а соответствующие правила R1 то и следует использовать раньше других Фактически, если степень достоверности отрицает нечеткости, то поиск нужно перекрытий Если же такого R1 не существует либо, несмотря на его существование невозможно получить достоверный вывод не содержащий нечеткости либо нельзя проверывать достоверность всего заключения в соответствии с неопределенностью и степень недостоверности для всех правил и всего свойств функций комп тем не менее, вывести итоговое заключение можно, но и для этого необходимо попытаться применить все правила R1 и R1 Суть проблемы управления выводом Управление непосредовательностью применения правил необходимо для решения следующей задачи Разрешение конфликтов, который влияет в конечном счете на эффективность системы в целом Минимализация объема запрашиваемых данных и учет естественного порядка запросов системы с запросами данных пользователям при прямом выводе управления сводится к следующему циклу Поиск данных РП Генерация конфликтного набора Разрешение конфликтов в соответствии с условиями стратегии применения правил Известны два метода управления выводом Установка ограничений на генерации конфликтного набора Ci wants to leverage Установка ограничений на генерацию конфликтного выбора Способ установки ограничений на генерацию конфликтного набора зависит от содержания правил В качестве этого способа может использоваться метод по которым поиск условной части правил определенной категории не осуществляется. И второй метод с предварительным разбиением правил на отдельные категории в определенных ситуациях следует возможность применения правил, принадлежащих только к некоторой категории. Для реализации первого подхода рассматриваются методы с использованием метаправил, правил в условной части которых содержатся условия, касающиеся содержания правил и содержимого РП или правил, умеющих условную часть, указывающие атрибуты, не подлежащие поиску или исследуемые на этот предмет. Во втором случае правила предварительно группируются по атрибутам. Для каждой группы указываются условия, касающиеся содержимого РП и следуются возможности применения правила только из той группы, а в пределах, которые выполняются эти условия. Либо группа указывается с помощью заключительной части правил и запрещается применение правил этой группы. Вывод по приоритету глубины используется в случае, когда явно заданы условия остановы системы. Вывод по приоритету глубины фактически соответствует попытку приоритетного применения правила со ссылкой на последнюю информацию, в которой было дополнено РП. При сравнении правил 2 и 3 на рисунке 3 предпочтение отдается правилу 3. Достоинство – это минимальность пути логического вывода, реализуются понятные пользователи пути логического вывода. Если же существует множество правил со ссылкой на последнюю занесенную РП информацию, то приоритет может быть отдан правилу с более жесткой условной частью. В системах, в которых пользователь по ходу вывода запрашивает данные, могут быть применены алгоритмы разрешения конфликтов, использующие знания предметной области для оптимизации последовательности запроса. Проблема реализации стратегии поиска вывода Ограничение конфликтного набора Выбор алгоритма разрешения конфликта Последовательность оценки условий в условной части правил на преобратном выводе Суть проблемы – возможны случаи, когда данные, на которые ссылаются в каждом условии, должны быть определены с помощью вывода. В этом случае выбор одного условия поражает новые ветви в поисках. В общем случае эффективным считается оценивание со ссылкой на данные, близкие к основным данным. В системе продукция БИОМ баз правил обыстряет проблему повышения эффективности функционирования. Действительно, если мы имеем Н правил и НП образов, то для простого сопоставления образов при прямом выводе обращения к рабочей памяти должно выполняться НТ умножить на НП раз. Если число правил образов превышает нескольких сотен, то повторять сопоставление образов в соответствующий число раз практически невозможно. и необходимо искать новые пути повышения эффективности. Путь повышения эффективности функционирования системы. Повышение эффективности поиска информации в РП, путем упорядочения содержимого в форме объекта требует значения, использование алгоритма согласования РТ, по которому каждый раз при дополнении РП новым образцом проверяется правило, в котором он используется. Если образец удовлетворяет части условий правила, то он запоминается именно в том качестве. Если добавление образца удовлетворяясь всем условиям данных, правило заключается в конфликтный набор. Предварительная компиляция отношений между правилами и данными, а также между правилами и правилами, предварительно компилируется в виде графа, и при каждом пополнении основных данных отыскивается в виде графа и помещается связанное с ней вершинное разбиение правил на группы, за счет чего достигается ограничение размеров, порожденных одновременно в конфликтных наборах. Типичный пример – модель доски объявления. Выводы продукционной модели благодаря хорошей подготовленности и средствам разработки позволили создать большую вычисную систему, основанную на использовании знаний. При использовании продукционной модели представление знаний ввиду отсутствия необходимости описания функций, установления высокоуровневых отношений между концептами, значительно упрощается в проектировании системы по сравнению, в частности, с формированием модели. Наиболее перспективный подход к построению интерпретальных систем, объединяющих возможность продукционных правил в плане использования правил и своевых систем в плане управления. Спасибо за внимание.